Вопрос о ликвидации предприятия не стоит. Пермь для участия в переговорах посетит руководство группы Ремпутьмаш. Арендатор свинокомплекса Пермский продан. Группа компания Синергия объяснила причины сделки. Пермский край в лидерах по росту просроченной задолженности по зарплате в Приволжье. Показатели в разы превысили средние цифры по округу. На РБК новости Прикамья Станислав Загайнов. Здравствуйте. Пермь посетит руководство группы Ремпутьмаш для участия в переговорах с краевыми властями и коллективом мотовоза ремонтного завода. Главный вопрос – возможности переноса производства предприятия на площадку в черте города. В сентябре региональные власти приняли решение о создании на месте завода Артзоны. Обсуждается вопрос строительства на этой площадке здания художественной галереи и размещения поблизости новой сцены театра оперы и балета. Накануне группа РПМ в официальном заявлении назвала основной причиной переноса производственных мощностей на предприятие в Верещагино – недостаточную техническую оснащенность завода. На следующей неделе Пермский завод посетит генеральный директор группы Ремпутьмаш Константин Данилов. А накануне министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов встретился с коллективом и озвучил позицию краевого правительства по данному вопросу. Вопрос о том, что предприятие будет ликвидировано как таковое, не стоялось. И сейчас задача, которая поставлена передо мной, это начинать переговоры с собственником о том, чтобы на другой производственной площадке на территории города Перми, не на территории Пермского края, а на территории города Перми, было перенесено производство и, соответственно, там продолжалась хозяйственная деятельность. Также сегодня на заводе был получен ответ на обращение к президенту России. В нем указано, что срок рассмотрения обращения продлен для всесторонней оценки с запросом дополнительных документов. Ответ будет направлен в срок до 15 декабря. Но добавим, сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников также посетил предприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На должность начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства назначена Татьяна Михалева. Она возглавляла управление по распоряжению муниципальным имуществом. Также исполняющим обязанности главы администрации Кировского района назначен Владимир Хлебников, ранее руководивший контрольно-аналитическим департаментом. Бывший глава администрации района Евгений Гилев назначен советником главы Перми. Отзыв субсидий поставил большую жирную точку на компании-арендаторе свинокомплекса Пермский. И так прокомментировал РБК информацию о продаже группы компании «Синергия» ее генеральный директор Александр Печорский. Покупатель и условия сделки пока не раскрываются, однако стало известно, что Омский холдинг, в который входят компании ТЗК и общество с ограниченной ответственностью свинокомплекс Пермский, передали новому владельцу за символическую цену в 1 рубль. Компании работали параллельно, ТЗК поставляла на краснокамское предприятие корма, ветеринарные препараты, расходные материалы и так далее. По словам представителей «Синергия», регулярно возникали кассовые разрывы вследствие выплаты по текущим долгам, налоговой службе и ресурсоснабжающим организациям. Минсельхоз потребовал вернуть выданную субсидию в 207 миллионов рублей, но и главное, не удалось договориться с краевыми властями, говорят в компании. Федеральная антимонопольная служба не одобрила передачу 50% акций предприятия из госсобственности омскому инвестору. Мы понимаем, что если у нас есть спор с Минсельхозом и правительством Пермского края, мы в будущем поддержки никакой получить не сможем. Соответственно, коль нет будущего, нет интереса дальше заниматься и развивать свиноводство в Пермском крае. Мы для себя приняли решение, чтобы не вступать в споры, не воевать с правительством. По словам топ-менеджера, сегодня имя покупателя появится в открытых источниках. Ранее издательство «Коммерсант» среди интересантов называло Александра Репина, владельца агрохолдинга «Русь». Также производителя курятины из Свердловской области, общества «Куратье», его владелец – бизнесмен Александр Власкин. Кроме того, возможным новым владельцем мог стать один из прежних интересантов – холдинга «Русская свинина». Пермский край показал самую высокую динамику роста просроченной задолженности в Приволжском федеральном округе по итогам первого месяца осени. Это следует из данных Росстата. В лидерах по объему задолженности на начало октября Самарская область – показатель на уровне 44,5 млн. рублей. На втором месте Чувашская республика. Там ее объем составляет более 40 млн. В Пермском крае задолженность по зарплате составляет 23,5 млн. рублей, но месячный прирост – 240%. Замыкают список Ульяновская область и Башкортостан. Всего задолженность по зарплате в Приволжском федеральном округе составляет более 217 млн. рублей на начало октября. За месяц показатель увеличился на 18%. Эти и другие новости на нашем сайте. Следующий выпуск новостей через час. Не переключайтесь.